За волка овцы голосуют, он им шашлык пообещал. В стране, где голосовать и так как бы не за кого, на этой неделе россиян лишили последней возможности волеизъявления. Это Вести без Киселева, совместный проект каналов Ермак Медиа и реальная журналистика. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля и мы начинаем. Запреты, заборы, решетки, расстрелы. Думаете, война? Нет. Просто в России готовятся к выборам и подходят к этому с максимальным погружением. Великолепная восьмерка депутатов Государственной Думы на этой неделе внесла законопроект о запрете быть депутатом-экстремистом и террористом. Запрет распространяется и на тех, кто финансировал. С одной стороны, законопроект как бы очень странный. Можно подумать, до настоящего момента мы все-таки допускали в Думу все обозначенные категории граждан. Тогда, пожалуйста, огласите весь список депутатов-террористов, а то мы простые смертные можем только догадываться. С другой стороны, я совершенно четко вижу в данной инициативе возможность испытать уровень терпения населения. Потому как посыл-то понятен. Кто у нас нынче террорист-экстремист? Так, конечно, штаб Навального. Причем, если откроете сайт Росфинмониторинга, то узнаете, что это организация в числе террористов. Единственное. А те 17 человек, которые признаны экстремистами, а это в основном граждане Дагестана и Чечни, так они и так бы не рискнули посягнуть на святое, на то, чтобы пододвинуть единороссов с земли русской. Вывод. Бинго. Вы сами все поняли. Но я вам скажу больше. Если вы добропорядочный гражданин, занимаетесь, например, наукой или медициной, но вас не устраивает ситуация в современной России, и вы, о боже, не дай бог, помогли фонду делом, словом или рублем, можете смело ставить на себе крест. Вы экстремист. И в Думу вам дорога закрыта. Всем остальным коррупционерам, врагам России и членам ОПГ просьба не беспокоиться. Их данный законопроект не коснется. Короче говоря, друзья, расчистка территории идет полным ходом. И я как бы вообще не понимаю, к чему все эти ведьеватые формулировки. Давайте напишем сразу. Нединороссом вход воспрещен. Ведь к этому идем. Месть это блюдо, которое нужно подавать холодным, подумал псковский журналист Денис Комалягин, признанный иноагентом, и от своего имени профинансировал губернатор Михаила Ведерникова, главу администрации Ивана Цицерского, депутата Госдумы от Псковской области, а также две бюджетные организации «Медиа-60» и «Медиа-центр-60», издающие провластные СМИ. Средство новоиспеченный иноагент перевел по номерам телефонов, к которым были привязаны карты обозначенных персонажей. О своем поступке Комалягин сообщил в Министерство юстиции, как и полагается иноагенту. И по логике законодателя все эти лица, им финансируемые, сами должны получить подобный статус. Потому что соблюдается два основных условия. Лица участвуют в политической деятельности России и финансируются иностранными гражданами. А по иностранным агентам я только одну вещь хочу сказать. Вы такой закон написали, дебилы, блин. И знаете, что произошло дальше? А ничего! Несмотря на то, что деньги адресатами были получены еще в январе, никто из них до сих пор не признан иноагентом. Мало того, как только история получила огласку, депутат, глава администрации, губернатор тут же поспешили вернуть деньги Маркелову назад. Ну, то есть с января этих личностей ничего не беспокоило. Обычное ведь дело, правда, когда тебе на карту неизвестные тебе люди скидывают какие-то деньги. Ну, с кем не бывает? Со мной не бывает. Но еще смешнее, эти же люди выглядят, когда с выпученными глазами пытаются вернуть полученные деньги отправителю. Напомню, спустя 4 месяца. И если, друзья, это не очередные двойные стандарты, то ловите лайфхак и не благодарите. Дело в том, что, похоже, найден способ избежать иностранного статуса. Поняли, о чем я? Так, конечно, просто вернуть деньги назад. А в случае, если фокус не сработает, то ссылаться на ситуацию Камалягина и псковских чиновников. Так, глядишь, и до разъяснения Верховного Суда дойдем. Главное, как говорят в сети, поторопиться бить врагов их же оружием, пока в Думе не появился новый закон о нечаянном иноагенте. Это как с коррупцией, только в другой руке. Поэтому запомните основное и отличительное правило. Настоящие иноагенты спонсируются только из-за рубежа. Ненастоящие живут за наши, за народные российские деньги и спонсируют тех, кто у них за рубежом. И не перепутайте. Аминь образованию. На этой неделе в Краснодарскую школу, в которой планировалась сдача экзамена, наведался священник. Бог благословит вас на сдачу экзаменов государственных экзаменов. Ну, кого-то больше, кому-то меньше. Ну, не одесусь тебя. Будьте пронимы Богом, не болейте. Здравствуйте. И будьте самые счастливые. Спасибо. До свидания. Аминь. Видимо, ситуация с удаленкой оказалась настолько плачевной, что было принято решение обратиться к высшим силам. Но результат батюшка не гарантирован. Кадилам махать это вам не пять экзаменов сдать. Всегда можно сказать на все воля Божья и отпустить горе ученика во свояси. Но тут у меня другой вопрос. А это вообще законно? Во-первых, это несовершеннолетние дети. Во-вторых, не все они христиане. Есть же и другие религии. В-третьих, никто не отменял и атеизм. Так почему же детей вовлекают в различные государственные и окологосударственные авантюры? Или это опять другое, и мы просто не понимаем? Хорошо, что хоть не поставили школьников на колени и не заставили целовать батюшке руку. А то ведь и посерьезнее дела могли быть. Пожертвовал на храм. Пятерка. Пожертвовал. Но по-жлобски лови трояк. Отказался от пожертвования? Вали домой щенок. Учит матчасть. Я с уважением отношусь к религии и верующим, но, друзья, по-моему, нельзя так навязывать детям то, что не привито их родителями. Это ведь не церковно-приходская школа, где подобно является нормой. Это образовательное учреждение, где норма учить детей читать и писать, а не вот это вот все. Помнится, не так давно первоклашек принимали в октябре от Единой России, а старшеклассников учили разгонять ОМОН на митингах. Никогда такого не было, и вот опять, только на этот раз батюшка. Надеюсь, несмотря на вызванный ажиотаж, школьники все-таки сдадут свой экзамен. Я верю вас во имя физрука, трудовика и химички Люсеньке. Все уже, все. А надо было раньше просить. Этот известный российский мем на этой неделе вышел за пределы юмора и стал реальностью. А все уже, все? Раньше надо было думать, с кем связываешься. Это Россия, детка, и тут не щадят даже своих. Бывшего американского бойца, а теперь и депутата Единой России Джеффа Монсона, кинули на жилплощадь. Он вложился в апартаментный комплекс «Горизонт». Это тот, что в Сочи. Но застройщик обанкротился, оставив после себя шлейф обманутых дольщиков, в число которых вошел и бывший боец. Правда, сам он информацию о покупке всячески скрывает, а свой приезд на собрание объясняет отзывчивостью и желанием помочь. Да-да-да-да. То-то нам совсем и странным-то не показалось, что московский депутат приехал защищать сочинских дольщиков. Видимо, в Москве-то такой проблемы нет от слова совсем. И даже не странно, что представлять интересы дольщиков именно этого комплекса будет плохо говорящий по-русски защитник. А я вам скажу, что всю встречу русскую речь до депутата доносил переводчик. Если у них будет возможность учинить права, они это сделают. Задача это возможности дать. Да и проблем-то в России больше нет, как разгребать одну проблему обиженного сочинского дома. Короче говоря, все в духе единой России. Прибедняйся и ни в чем не соглашайся, особенно если и в русском-то ты не силен. Я не желаю учить много, но каждый день я учусь больше. В общем, Джефф не убедил. Хотя, какое нам дело до вашей недвижимости в Сочи? Нам бы коммуналку за свою однушку заплатить, налоги за нее же. А там, глядишь, и на гречку останется, которую власти решили всеми силами в России удержать. А то за время правления Байдена цены на нее неумолимо растут. Но не подходит нам такой президент для Америки. Нам бы что, попроще, чтобы вздохнуть наконец можно было, да и детей своих в любви, да согласии воспитать, а не в этой вечной гонке за выживание. Вот как-то так, друзья. Ну а у меня на этом все. Я напоминаю, что второй выпуск новостей вы сможете посмотреть только на нашем канале Ермак Медиа. Переходите по ссылке в описании, и вы узнаете, кто борется за отмену неадминистрируемого штрафа в 20 км в час, как Навальный помогает жителям России на расстоянии, куда держит путь третья волна коронавируса и почему журналистов теперь прессуют не только власти. Будет интересно. Увидимся в эфире. Всех люблю. Пока-пока. Ну и с нашей победой, друзья.